Реактивность в патологии человека Резистентность – это сопротивляемость организма к действию патогенных факторов. Основоположником резистентности и реактивности является сиротини. Рассмотрим классификацию резистентности. Различает активное, когда возникает в результате адаптации организма к повреждающему фактору, и пассивное, которое обусловлено анатомо-физиологическими особенностями организма. Кроме того, различает первичную или наследственную и вторичную, приобретенную резистентность. Имеется еще специфическое – это сопротивляемость к одному фактору, и неспецифическое – сопротивляемость к многим факторам. Реактивность классифицируется следующим образом. Различает биологическую или видовую реактивность, которая определяется наследственными анатомо-физиологическими особенностями представителей вида. На основе видовой или биологической реактивности формируется групповая и индивидуальная реактивность. При формировании индивидуальной реактивности главные значения имеют пол, возраст, конституция, наследственность, регуляторные системы и внешняя среда. Реактивность зависит от пола. Например, в женском организме реактивность меняется в связи с менструальным циклом и беременностью. Женский организм более устойчив к гипоксии, кровопотерии, радиальному ускорению и голоданию. Известна также роль возраста в реактивности. Ранний детский возраст характеризуется низкой реактивностью. Это определяется неполным развитием нервной, эндокринной и иммунной системы и несовершенством внешних и внутренних барьеров. Самая высокая реактивность наблюдается в зрелом возрасте и постепенно снижается к старости. Старики очень восприимчивы к инфекции. У них часто развиваются воспалительные процессы в легких, гноничковые поражения кожи и слизистых оболочек. Индивидуальная реактивность может быть специфической и неспецифической. Специфическая реактивность выражается способностью образовывать антитела на антигенные раздражения. Таким образом, образуется при этом иммунологическая реактивность. А неспецифическая реактивность проявляется при действии на организм различных факторов внешней среды и реализуется это с помощью таких механизмов, как стресс, изменение функционального состояния нервной системы, парабиоз, фагоцитоз, биологические барьеры. Специфическая и неспецифическая реактивность делится на физиологическую и патологическую. Физиологическая реактивность – это реакция здорового организма в благоприятных условиях существования. А патологическая реактивность проявляется при воздействии на организм болезнотворных факторов. Примером специфической патологической реактивности являются аллергия, иммунодефититные и иммунодепрессивные состояния. Примером неспецифической патологической реактивности относятся шок, коллапс, кома и наркоз. Влияние старения на индивидуальную реактивность мы тут должны разбирать. Прогерию – это патологическое проявление возрастной реактивности. Синдром Вернера и Синдром Хатчинсона-Гильфорда. Оба синдрома – это синдром Хатчинсона-Гильфорда – прогерия детей и синдром Вернера – прогерия взрослых. Обоим синдромам свойственно ускоренное развитие обычных признаков естественного старения. В первом случае, это при синдроме Хатчинсона-Гильфорда, начинаются эти признаки с рождения, и больные редко доживут до 20 лет. Во втором случае ускоренное развитие начинается с периода полового созревания, и продолжительность жизни может достигать 30-40 лет. И при этом смерть наступает при характерных для глубокой старости, с явлениями угасания функций, либо от типичной возрастной патологии. Механизм изменения реактивности при старении детально изучено академиком Фрольксом, и разработана такая гипотеза – срез, возраст, синдром. Рассмотрим конституцию. Что такое конституция? Это совокупность функциональных морфологических психических особенностей организма, которые создались на определенном наследственном основании, под влиянием факторов внешней среды, и определяют его реактивность. Различают следующие классификации конституциональных типов. Первая классификация – это классификация Гиппократа. По Гиппократу конституциональные типы делятся холерики, санвимики, флегматики, меланхолики. Следующая классификация – это классификация Богомольца. Богомолец классифицирует, в основе классификации было предложено состояние соединительной ткани. Различает он астенический, фиброзный, пастозный, липоматозный. Первый, значит, это астенический тип. Астенический тип характеризуется преобладанием тонкой нежной соединительной ткани. Фиброзный тип – это более плотная и волокнистая. Липоматозный – это обильная развитая жировая ткань. И четвертый, пастозный, преобладает отечная рихлая соединительная ткань. Типы конституции по СИГУ. СИГУ является наиболее популярной морфологической классификацией. И он разделяет, различал следующие четыре конституциональные типы от развития той или иной физиологической системы. Делит он на дыхательный – это респираторный, пищеварительный или дигестивный, мышечный и мозговой или серебральный. Следующая классификация – это классификация Кречмера. По Кречмеру делятся, значит, типы конституциональные. Это первый – астенический тип, второй – атлетический и третий – пикнический. Он различал, значит, эти три конституциональных типа в зависимости от того, что он был, значит, психиатром по специальности. И питался связи морфологические особенности человека не только с особенностями характера, психики и темперамента, но и частотой определенных психических заболеваний. Среди шизофреников астеники встречаются чаще других. Эпилептики в основном – это атлеты. А среди больных маниакально-депрессивным психозом наиболее часто встречаются пикники. Типы конституции по-черно-русскому. Он дал определение, измеряя уголь между реберными дугами. Это нормостенник. Этот уголь равен 90 градусов. Гиперстенник – больше 90 градусов. И астеники – это меньше 90 градусов. Астенический тип – это высокие, удлиненная грудная клетка с острым углом между реберными дугами. Длинные шеи, узкие плечи относительно длинные конечности. Нежная, тонкая, бледная кожа. Сердце у них небольших размеров. Легкие, удлиненные, кишки короткие. Давление крови у них снижено. Преобладают процесс диссимиляции. Гиперстенический тип телосложения. Четы в целом прямо противоположны предыдущему. Рост средний или ниже среднего. Тело массивное. Многоотложение жира. Они склонны к полноте. Относительно короткие конечности. Короткая грудная клетка и шея. Большой живот. Большое сердце. Склонны к повышенному давлению. Преобладают процесс ассимиляции. Третий вариант. Это нормостенический тип. Пропорциональное телосложение. Хорошо развитие в большинстве случаев костная и мышечная ткань. Считается, что нормостенический тип занимает средные положения между астеническим и гиперстеническими типами. Рассмотрим еще один вопрос. Что такое диатезы? Диатез – это аномалия конституции, которая характеризуется ненормальной реакцией организма на физиологические и патологические раздражители. Диатез в основном встречается в детском организме и различает следующие виды. Первый вид – это эксцедативно-катаральный диатез. У них легко возникают воспалительные процессы и аллергические реакции. Второе название данного диатеза – это аллергический. Второй – лимфатико-гипопластический диатез. У них наблюдается гиперплазия и недостаточность лимфоидной ткани. Они склонны к аутоаллергическим заболеваниям. И у них слабая репаративная активность тканей мезийхимии. Третий вариант диатеза – это нервно-артретический. У них повышена возбудимость нервной системы. Они склонны к деформирующим заболеваниям суставов, инфекционного генеза и к рематизму. Четвертый вариант диатеза – это астенический. У них наблюдается адиномия, лабильность сосудистых реакций. И у них встречается опущение внутренних органов. При формировании механизмов и активности главной ролью играют регуляторные системы. Это нервная система и эндокринная система. Еще имеются барьерные приспособления. Барьерные приспособления делятся на два вида. Это внешние и внутренние. К внешним относятся кожа, слизи оболочки, печень, лимфатические узлы и система мононуклеарных фагоцитов. Второе – это внутренние или гистогематические барьеры. Различают следующие виды гистогематических барьеров. Гематоэнцефалический, гематоофтальмический, гематоавариальный, гематотестикулярный и гематолабиринтный. При формировании механизмов и активности еще главные значения имеют клеточные механизмы. К клеточным механизмам относится система мононуклеарных фагоцитов. Это система клеток, которые объединены по тремя общим признакам. Первый – это общность происхождения. Все они происходят из полипатентной стволовой клетки. Второй – общность функции. Все они являются высокоактивными профессиональными фагоцитами-макрофагами. И они имеют общую морфологию. Они мононуклеары. Система мононуклеарных фагоцитов, иначе мы выше говорили, что это макрофаг. В зависимости от того, где они находятся, они имеют различные названия. Соединительные ткани называются гистеоцит. В печени – клетки Купфера. В легких – альвеолярный макрофаг. В селезенке они называются свободными и фиксированными макрофагами. В костном мозге – роль макрофаг. В сирозных полостях – плевральный и перитониальный макрофаг. В костной ткани они называются остеокластами. В нервной системе роль макрофага выполняет микроглия. А на коже – это гистеоцит. Спасибо за внимание.